У ГТ-листа есть еще один параметр, который мы можем указать. Рассмотрим его отдельно. Это поля runtime, динамически определенное поле. Мы ранее рассматривали поля expression field, когда вычисляли возраст книги по дате издания. Но данные поля часто нужны не столько в описании сущностей, сколько при выборке для различных вычислений с группировкой. Например, один из вариантов применения – подсчет количества элементов. Просто подсчитаем количество элементов, которые есть в нашу рейм сущности. Согласитесь, странным решением было бы такое поле объявить при описании сущности. Секция runtime ГТ-листа представляет из себя массив объектов класса EntityExpressionField. Первым параметром конструктора класса мы передаем имя нашего вычисляемого поля, а дальше скейль выражения. В нашем случае с функцией скейль count. Мы можем после регистрации в секции runtime ссылаться в остальных секциях, например, фильтры, группировки и других, на созданное поле. Например, в нашем случае мы сославились на него в секции select, чтобы мы его выбрали. Откроем страницу, на которой мы разместили наш компонент. Как видим, нам был возвращен массив, в котором содержится элемент с ключом cnt, а значение – это количество элементов. Если вычисляемое поле необходимо только в секции select, как это чаще всего бывает, то секцию runtime использовать не обязательно. Можно использовать более компактную запись, поместив выражение сразу в select. Вот мы реализовали подобные случаи в методе warf2. Теперь посмотрим результат реализованного варианта в методе warf2, где мы поле сразу в секции select объявили. Обновим страницу. Как видим, результат у нас оказался абсолютно такой же. Отличие в варианте записи. В секции runtime можно регистрируют не только expression поля, но и поля любых других типов. Механизм runtime работает таким образом, что к сущности добавляется новое поле, будто оно было описано внеизначально в методе getMap. Для примера рассмотрим следующий вариант. Мы в таблицу в базе данных к нашему раму сущности добавили еще одно поле, но не описали по каким-то причинам getMap. Добавим к таблице нашего раму сущности еще одну колонку, назовем ее activity, тип int. Выберем несколько элементов и установим у них значение данного поля в единицу. Теперь реализуем выборку. Объявим в параметре runtime поле activity. То, которое у нас не описано в описании раму сущности книги. Делаем аналогично тому, как описываем getMap. В параметре runtime указываем массив, содержащий поля. А поля, как вы помните, у нас описываются классами. В нашем случае используем main entity integer field. Отфильтруем выборку по этому полю и выберем только те элементы, где значение установлено в единицу. Также укажем, какие поля выбирать. Это будет ID, имя книги и, собственно, наше поле. Так как здесь у нас вернется не один элемент, а массив, используем fetch all. Смотрим результат работы нашего компонента. Как видим, у нас были выбраны только пять элементов, у которых мы указали у нового поля единицу. И выбраны были только три указанных поля, включая нами описанное. Особенностью поля runtime является то, что это поле находится в зоне видимости только в рамках одного запроса. В следующем вызове getList такое поле уже будет недоступно. Потребуется заново его зарегистрировать. Поэтому причины использования такого поля могут быть. Вы используете URM-сущность, созданную не вами, и править вы ее не можете. А с помощью runtime вы дополняете URM-сущность. Ваше поле будет использоваться только в одном запросе и смысла в рамках других не имеет. Описанное поле вообще не имеет смысла описывать сущности URM. Как, например, подсчет количества элементов. Продолжение следует...